Сегодня во всем мире вспоминают жертв Холокоста. Страшные по своей жестокости массовые убийства, попытка истребить весь еврейский народ, по разным оценкам унесли жизни около 6 миллионов человек. Именно 27 января в далеком 45-м Красная Армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцем. Там сегодня проходят траурные мероприятия. Вспоминают погибших и на месте другого бывшего польского концлагеря Сабабир. Чуть более чем за год существования в нем, по данным историков, похоронили 250 тысяч человек. Из Польши. Репортаж Алексея Кручинина. Сосновый Бор – крохотный поселок, недалеко от бывшей советско-польской границы. В годы войны здесь была конечная станция поезда. Место тихое, безлюдное и, как решили гитлеровцы, идеальное для лагеря смерти. Таким он и был до октября 43-го. Тогда отсюда одновременно сбежали почти все узники, около 400 человек. Сегодня, в День памяти жертв Холокоста, министр культуры России Владимир Мединский по приглашению польской стороны приехал именно в Сабибор. Почтить память погибших и тех, кто не смирился. Хотя шансы на удачу казались призрачными. Те мужественные люди, которые подняли здесь восстание, они не имели шансов спастись. И мне кажется, очень правильно сказал Лех Валенца. Он сказал следующее, я процитирую. Давай оценку подвигу узников Сабибора. Спасение жизни не было целью героического восстания. Борьба велась за достойную смерть. Узники Сабибора доказали всей истории, что они были линиями с большой буквы. По воспоминаниям немногих выживших, газовые камеры в Сабиборе работали не переставая. Среди надзирателей были пособники гитлеровцев из Западной Украины и Польши. Они отличались особой жестокостью. Людей привозили отовсюду. Из Германии, Австрии, Голландии, Польши, Советского Союза. Сначала разделяли. Для лагерных работ оставляли лишь самых крепких мужчин и женщин. Остальных загоняли в кирпичное здание, которое сами нацисты называли баней. Их вели эти газовые горелки, или как их назвать? Газовые. Газовые распылители. Они были установлены в душевых, как распылитель для душа. Вот стояли вот эти вот газы. И люди абсолютно спокойно, без паники с детьми заходили туда, а туда пускался газ. А потом вагонетки подгонялись, как-то сгружались эти трупы. И эти печи дымились днем и ночью. Значит, когда приходил, это вот и дедушка рассказывала, и я читала. Наталья Ладыченко, внучка Александра Печерского. Рейтенант Советской Армии, военнопленный. Он попал в Собибор в сентябре 43-го и стал организатором самого успешного за всю историю концлагерей побега. В 87-м в телефильме «Побег из Собибора» Печерского сыграет голливудский актер Рудгер Хауэр. К тому моменту, как Александр Печерский оказался в лагере, здесь уже действовало подполье. Опытного офицера заговорщики признали своим лидером. Печерский создал боевую группу и выбрал удобный момент. 14 октября немецких офицеров поодиночке, под предлогом примерки новых вещей, сшитых узниками, стали заманивать в партняжные мастерские. И там расправлялись с ними. Я, значит, прошел мимо его и повернулся, и ударил его топором. И причем первый раз, первый немец, когда ударил, так неудачно, он закричал даже. И в это время этот Лернер подскочил и второй раз ударил его, и все. Повстанцы убили нескольких надзирателей, завладели их оружием и дали сигнал к побегу остальным. Почти 400 узников ринулись через проволочные заграждения под пулями, зная, что от заветного леса, где можно укрыться, их отделяет еще и минное поле. Многие подорвались на минное поле. Многие попали под поле пульметра. И я побежал до леса. Немцы устроили настоящую облаву на беглецов. Многих поймали в лесах, некоторых выдали местные жители. Но более чем сотни узников удалось уйти от погони. До конца войны дожили 53 бывших заключенных. Многие, как Печерский, продолжали воевать в партизанских отрядах. Буквально на следующий день после побега руководство вермахта приказало стереть лагерь с лица земли. Все постройки снесли, на их месте возник пустырь. Однако некоторые зловещие атрибуты фабрики смерти все же с тех времен сохранились. Например, вот этот железнодорожный тупик. Именно здесь останавливались эшелоны с обреченными на смерть. По разным данным, за полтора года в Сабиборе погибли от 180 до 250 тысяч узников. Международный проект, в котором по официальному приглашению польских властей участвует и Россия, должен превратить это место скорби в современный мемориальный комплекс. Сегодня же будущий музей пополнился очень важным экспонатом. Владимир Мединский передал Скверовскому копию указа президента России о награждении руководителя Сабиборского восстания Александра Печерского орденом мужества посмертно. Алексей Кручинин, Сергей Панасюк, Ксения Гомонова, Юлия Погорелова и Максим Семин. Первый канал. Субтитры создавал DimaTorzok